Чем мы сегодня занимаемся? Мы не закончили в прошлый раз с ограничениями. Мы добиваем ограничения сегодня. После этого, насколько я понял, возникло некоторое недопонимание. Кто-то слышал слова майскель, который всем нужен. Кто-то слышал слова штеммль пятый, который всем нужен. Кто-то слышал слова PHP, который уже нужен не всем, но некоторым. Мы посмотрим, где это расположено и как это соотносится с нашим курсом. И после этого напишем какой-нибудь простой запрос. Представим, что там у нас уже есть таблички, есть данные. Как из базы данных эти данные достать? На этом мы, наверное, сегодня и закончим. То есть первое такое ударное вхождение в язык эскель будет. Итак, первое ограничение, которое мы не успели в прошлый раз, это ограничение уникальности. Мы говорили о том, что ограничения внутри базы данных органов бывают четырех типов. Нот нул, это не пустой. Дальше уникальность, первичный ключ, внешний ключ и чек. А что будет вставлено? Что? Что будет вставлено? Что будет вставлено? Мы пытаемся вставить две строки. Причем, смотрите, что у нас. Имя отдела, мы хотим, чтобы имя отдела нигде не повторялось. Вставляем 50-ю строку и 60-й отдел. Но 50-й отдел уже сейлс есть, а здесь пустое какое-то значение. Вот отличие ограничения уникью от первичного ключа. Что уникью, что первичный ключ, значения не могут повторяться. Значит, строчечка вот эта вставиться не сможет, потому что сейлс уже есть. Тут они схожи. Первичный ключ и ограничение уникью. Отличие. Пустые строки, пожалуйста, можно вставлять в любом количестве. Как это записать? Мы помним, что ограничения можно записывать как на уровне объявления атрибута, так и на уровне объявления всей таблицы. При этом они работают абсолютно одинаково, и абсолютно одинаково хранятся внутри базы данных. Пример, как описано ограничение на уровне столбца. Город, в котором находится отдел, не может повторяться. Описали, что у нас есть атрибут в городе находится отдел. Сказали, что это строка длиной 13 символов. И говорим, что город не может повторяться. Один Нью-Йорк вставили, второго Нью-Йорка уже не будет. Второй вариант. Перечислили все столбцы, которые у нас есть. Сказали, добавляем новое ограничение с именем таким-то. Которое говорит, какое именно ограничение. Значение в столбце CDNA уникальное. Мы не можем вставить два отдела с одинаковыми названиями. Делает одно и то же. Третий пример. Чтобы вы видели, что constraint и имя ограничения – это опционально. То есть мы можем задать имя ограничения, можем не задать. Номер отдела уникальный. Все три ограничения работают абсолютно одинаково. База данных видит абсолютно одинаково. Просто разные способы задания. Когда полезен такой способ? Когда у нас ограничение на один какой-то столбец, мы рядышком записали и рядышком его видим. Когда полезен вот такой способ задания? Когда мы хотим дать какое-нибудь имя? Или когда у нас уникальным является не один атрибут, а пара атрибутов? Давайте разберем с вот этим примером. Чем у нас отличается вот это ограничение от вот этого ограничения? Первое говорит. Номер студента, номер зачетной книги студента не может повторяться. Значит, у нас два студента с одинаковыми номерами зачетной книжки не могут быть. Второе ограничение. Пара, имя студента, фамилия студента не может повторяться. То есть может быть 10 Иванов, 10 Сидоровых. Но Сидоров Иван может быть только один. Имена, пожалуйста, сколько угодно раз повторяются, фамилии сколько угодно раз повторяется. Пара, имя, фамилия повториться не может. Иванов много, Сидоровых много, а Сидоров Иван только один. Так, что у нас дальше? Дальше такое громоздкое ограничение, которое называется внешний ключ. Внешний ключ у нас, напоминаю, позволяет связать данные в одной из таблиц с данными в другой таблице. Это значит, что и в одной таблице номер паспорта будет храниться, и в другой таблице номер паспорта будет храниться. Внешний ключ гарантирует, что если мы создали такое ограничение, то в недвижимости мы сдали внешний ключ на владельца по номеру паспорта. Значит, если мы пишем какой-то номер паспорта в недвижимости, точно такой же владелец есть. Владелец с таким номером паспорта существует. Больше ничего внешний ключ не гарантирует. Сами внешние ключи также называются средством поддержания ссылочной целостности. То есть мы не можем добавить такую дочернюю таблицу, что нет, чего нет в родительской. В родительской мы не можем поменять данные, на которые ссылаются внешние ключи. Поддержание ссылочной целостности. Из-за нас база данных заботится о том, что если данные в одном месте записаны, то в другом месте эти данные такие есть. Что важно при определении внешних ключей? Какой атрибут или какой атрибут? И на какой набор атрибутов мы ссылаемся в другой таблице. В данном случае табличка сотрудник у нас дочерняя. Мы хотим, чтобы был внешний ключ из таблички сотрудников на табличку отдела. Чтобы у нас сотрудник не мог работать в отделе, который бы не существует. Тут появляется главное ключевое слово для внешних ключей – референс. На что мы ссылаемся? В поле менеджер ссылается на табличку М в поле МПНО. Это у нас рекурсивная связь. Ссылаемся на табличку М в поле такой-то. Значит, в поле МГ нельзя записать другие значения, чем те, которые в табличке М в колонке МПНО находятся. Более длинная форма. Создай ограничение с именем вот таким вот. Обычно в имени ограничений что-нибудь, какой-нибудь префикс, указывающий, что же это за ограничение у нас такое есть. Для primary key там дописывают pk, primary key для внешних ключей fk. Чтобы, глядя просто на имя ограничения, понимали, что это за ограничение есть. Дальше мы говорим, так, ограничение с таким именем. А что же это за по типу ограничения? Это внешний ключ. Вот он, по родине key. На какое поле таблички нашей текущей мы это ограничение навешиваем? На поле ДЭПНО. На какое значение мы ссылаемся? На поле ДЭПНО в табличке ДЭПНО. Тут указываю, как называется этот столбец в нашей таблице. Тут указываю таблицу и как называется он там. Когда вы рисовали ER-диаграмму, вытянули связь и автоматически появлялся ключ к точно таким же именем. То, что имена в одной таблице и в другой таблице у колонок одинаковые, это случайность. Не требуется, чтобы они совпадали. Тут у нас, да, совпадают. Но если они будут разные, ничего страшного. Здесь назовем его ДЭПНО ID. Здесь просто ID. Ничего страшного. Мы говорим, вот эта колонка ссылается на вот эту колонку. Лишь бы у них были одинаковые типы. Что еще требуется от той колонки, на которую мы ссылаемся? В табличке, в данном случае ДЭПНО, колонка ДЭПНО должна быть либо первичным ключом, либо у нее должно быть ограничение уникью. Либо одно, либо другое. То есть либо первичный ключ, либо альтернативный ключ. Если мы попытаемся создать внешний ключ на такую колонку, где нет такого ограничения, то есть ни первичный ключ, ни альтернативный ключ, он скажет, не могу создать. Сперва добавьте там ограничение, потом, пожалуйста, делайте, что хотите. То есть ссылаться мы можем на первичный ключ с другой таблицы или на поле, на которое надложено ограничение уникью. Если у нас составной первичный ключ или составное ограничение уникью, то ссылаться мы можем на него только целиком. На предыдущем слайде у нас вот составное ограничение уникью. Поле name и soname. Значит, внешний ключ тоже будет. Нассылаемся. Тут два атрибута будет. И в принципе числе тоже оба атрибута. На какую-то часть из них одно name или на одно soname мы ссылаться не можем. Это если у нас составное ограничение уникью или составной первичный ключ. Кроме вот такой формулировки ограничения с именем, типа fordjnk, на какое поле мы это ограничение добавляем, на какое поле мы ссылаемся. В fordjnk можно еще что-то писать. Как будет себя вести дочерняя таблица, если в родительской таблице строка удалится. Представили для себя табличку с недвижимостью, паспорт, номер паспорта, адрес недвижимости. И табличку «человек-паспорт». Что будет, если мы удалим из таблицы с владельцами вот этого человека, на которого зарегистрировано несколько объектов недвижимости. Тут надо исходить уже из логики приложения. Для нас fordjnk гарантирует, что в родительской таблице этот человек должен существовать. А что делать, если мы сознательно оттуда его удаляем? Потому после объявления внешнего крюча может быть приписка «on delayed cascade» или «on delayed set null». Что делает первая опция? Удаляем в родительской таблице человека с его паспортом, в дочерней таблице удаляется вся его недвижимость. «on delayed cascade». Каскадное удаление удалили в одной таблице, все связанные записи удалились. Если к этой недвижимости были, допустим, какие-то штрафы, еще что-нибудь подвязанное, они тоже каскадно удалятся. В результате, удаляя одну запись, мы можем удалить много. Пример, где это у нас будет работать, если мы сотрудниковые отделы свяжем между собой. И скажем, удаляя отдел, увольняем всех его сотрудников. Удаляем отдел, где работает самый главный начальник. Удаляем отдел, удаляющийся начальник. Удаляется начальник, удаляются все его подчиненные. В результате удаляем всего лишь один отдел, а у нас сколько работы происходит? Удалили отдел, удалили начальник, удалили всех его подчиненных, за ними потянулись подчиненные подчиненных и так далее. Все строки удалились. Вторая опция он делается ну там удалили владельца недвижимости таблички с недвижимости там где пыл паспорт владельца просто поставил пустое значение неизвестно какой там владельца данные остались но вот чтобы не нарушалось ограничение внешних ключ устанавливается там просто пустое значение и осталось у нас последний ограничение чек можно следующий слайд еще пишет поехали с чеком чек проверяет какие значения мы записали в столбец таблицы мы хотим чтобы студенты чтобы номер отдела всегда был больше десяти а номер отдела это число число мы можем подставить любое а мы хотим гарантировать что номера отдела начинается с десяти как это можно добавить записываем ограничение типа чек и дальше в скобочках условия ограничение чек можно добавлять как на отдельный столбец так и после объявления всех столбцов в конце в данном случае мы говорим в столбце дептно не может быть значения меньше десяти и мы уверены что все данные которые будут храниться в этой таблице будет соответствовать тем ограничениям которые мы наложили нам надо это гарантировать любой момент времени потому допустим эта причина должна быть не много поэтому ограничение не может зависеть от того что меняется например на ограничение не может зависеть от текущего времени потому что данные мы добавили через некоторое время они стали недопустимыми они допустимых значений база данных просто хранить не может Потому в определении условий, какие мы ограничения надаем на конкретный столбец, нельзя делать ссылки на псевдонструкции. Это то, что будет меняться при выполнении запроса. Нельзя привязываться к текущему пользователю. Тогда для одного пользователя данные будут правильные, а для другого пользователя данные будут неправильные. Как такое может быть, если база данных должна всегда хранить правильные данные? Частично правильные она хранить не может. Чек не может быть в запросах к другим строкам. То есть зависеть от других строк, которые у нас хранятся в таблице. Мы удалили эту строку, часть базы данных стала такая, что нарушает это ограничение. Такое значение мы не можем хранить в базе данных. Потому что в чеке записываются какие-то условия, которые характерны той строке, которую мы сейчас вставляем. Когда мы будем пытаться изменить эту строку, он опять будет проверять ограничения чека. Новые значения удовлетворяют ему или не удовлетворяют. Если удовлетворяют, нормально поменяли строку. Не подходит, сразу говорит, не могу поменять строку, потому что нарушается такое-то, такое-то ограничение. Хорошо, предыдущие слайды у нас были о чем? О том, что при создании таблицы мы можем создать в нее еще ограничения какие-то. Что делать, если таблица у нас есть, и вдруг появляется какое-то новое правило? Нам нужно добавить ограничение чека. Или появляются какие-то новые таблицы, от которых эти данные зависят. Нам нужно добавить forging key. Или что-то изменить с ограничением. Например, на время его выключить. Мы помним с прошлой лекции, что для того, чтобы изменить любой объект в базе данных, есть ключевое слово alter. Ограничение – это объект, который к конкретной таблице привязанной. Потому что для изменения ограничения alter.table – имя таблицы, которую мы будем изменять. Добавь ограничения. Такого-то типа, по таким-то колонкам. И синтаксис точно такой же, как при создании таблицы. Точно так же, как добавляем ограничения, можем их убирать. Alter, table, имя таблицы, drop, primary key. У нас ограничение первичных ключов берется. Первичные ключи только один. А если у нас может быть каких-то ограничений нескольких, например, несколько внешних ключей, то нам нужно указать, а какое же хотим мы удалить, допустим, ограничение. Тогда надо будет явно указать, какое ограничение мы удаляем. Alter, table, сотрудники, drop, имя ограничения. Вот тут как раз задание явного имени ограничения нам очень полезно. Мы явно можем указать, какое ограничение удаляем. Если мы при создании не указывали имя ограничения, тогда нужно будет залезть в системную таблицу, посмотреть, какие у нас есть ограничения, и выбрать из того, чтобы она придумывала имена сам уроку, то, которое нужно. Немножко длиннее путь. Заметьте, что добавить ограничение not-null можно только в том случае, если в этой столбце еще нет пустых значений. С остальными ограничениями... То же самое с ограничением unic. Мы можем добавить в таблицу ограничения... В столбце находятся уникальные значения, только если там на текущий момент уникальные значения. Если будет какая-то строка, которая нарушает это правило, просто ограничение не добавится, и нам выдастся ошибка. Не могу добавить. После этого сводный слайд, где показано то, что у нас было в конце прошлой лекции, в начале этого. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Создай таблицу с именем таблица 1. В таблице много полей. Поля мы как имя поля, тип поля, запятая, следующее, имя поля, тип поля. А типа число. В столбце А не может быть пустых значений. В типа число. В является первичным ключом. Ограничение первичный ключ дали вот такое вот имя. Столбец С. Строка длиной 20 символов. Не может быть. Значение, которое здесь находится, уникально. То есть не могут быть повторяться два одинаковых значения в столбце С. Столбец Д. Число. В Д не может быть пустых значений. Д всегда больше нуля. То есть мы попытаемся вставить в таблицу значение строку, где будет Д меньше нуля. Или обновить его таким образом, чтобы у нас Д стало меньше нуля. Оно такое действие не выполнит. Страха Е пока без ограничений. Потом объявили. У нас есть ограничения типа уникальные. На пару столбцов С и Д. Значит, пара значений С и Д повторяться не может. В Д, пожалуйста, мы можем 10 одинаковых значений вставить. Но вот пара С и Д вместе повторяться не может. Может 10 быть Иванов, 10 Сидоровых, но Сидоров Иван только один. Точно так же добавляем ограничения уникальности на столбец А. Все это мы делали при создании таблицы. В этот момент мы нажали «Выполни запрос, он нам создал таблицу». Мы понимаем, что что-то пропустили. Добавим новое ограничение. На столбец Е ограничение уникальности. «Альтер Тейбл» какую таблицу удаляем, обновляем. Что делаем? Добавить ограничения типа уникальности. Везде, где написано «Констрейн» и имя ограничения, мы можем писать, а это не можем не писать. Это явно мы задаем, как будет называться это ограничение. Если мы не напишем «Констрейн» и имя ограничения, база данных за нас его придумает само название. Но все они будут именованы за исключением «НОТНО». Если у нас будет два одинаковых имени, тогда база данных сказать «Не могу иметь два объекта с одинаковыми именами». То есть, если у нас есть ТБЛ1, у них идет 2, а у нас десятая строчка не выполнится, потому что такое ограничение уже есть. Одно имя, второе имя. Они совпали. Значит, в десятой строчке не могу добавить такое ограничение, потому что ограничение с таким именем уже существует. Вы тоже какой-то вопрос задавали? Слайд, в котором показано, как можно еще работать с ограничениями. Первое, что существует таблица, добавим в нее внешний ключ. Таблица с сотрудниками. Добавь внешний ключ на поле «Менеджер», который ссылается на ту же таблицу, на поле «МКНО». Видите, в данном случае, какое поле на какое ссылается, у них разные имена. Тут ничего страшного нет, лишь бы тип совпадал. Дальше. Есть у нас ограничение с именем таким, хотим мы его удалить. «Альтер Тейбл», дроб. Что удаляем? Дроб, праймарикей, каскады. Удалится первичный ключ, плюс все внешние ключи, которые на него завязаны. И возможность не удалять ограничение, а потом заново его создавать, когда оно понадобится, а на время отключить. Например, на время, пока мы заполняем таблицы. Мы создали таблицы со всеми ограничениями, потом начинаем наполнять их значениями. Сперва одну, потом вторую. Пока у нас ограничения существуют, мы должны попеременно с первого в одну добавить владельца, потом добавить, какими же объектами недвижимости он владеет. Второго владельца, какими объектами недвижимости он владеет. Тут можно временное ограничение отключить, а потом его, когда надо, уже включить. Главное не забыть это сделать. Ключевые слова. Дизаблы и анаблы. Измени таблицу с таким-то именем. Выключи ограничения. Или измени таблицу. Включи ограничения. Обратите внимание, что здесь мы, если может быть несколько ограничений, таких как внешний ключ, уникью, еще что-нибудь, мы явно должны указать, какое ограничение мы хотим выключить. Или какое ограничение мы хотим включить. Он скажет ошибка. Я не знаю, что выключать. Тогда нам нужно будет заглянуть в системную табличку и посмотреть, какие там ограничения есть. Как это сделать? На практике попробуем. Точно такой же вопрос, как нам узнать, какие у нас таблицы доступны. Вот мы впервые видим базу данных и не знаем, какие там таблицы созданы. Describe у нас показывает, что в таблице есть, какие столбцы в таблице есть, какие у них типы. Может быть, столбец пустым или нет. А какие таблицы вообще существуют, Describe нам не покажет. Как это сделать? Вторая лабораторная работа будет у нас в запросе, который покажет, какие таблицы есть и какие у нас права, никакие особенности у этих таблиц есть. Переходим к основной части нашего сегодняшней лекции. Это запросы, которые будут возвращать нам данные. Как я уже говорил, весь наш лекционный курс, и все примеры, и все лабораторные работы будут опираться на две основные таблички. Табличка со служащими, табличка с отделами. Там F, M, там D. Между ними ограничения целостной внешней ключи проставлены. С ними мы будем пробовать вставлять новые данные, выбирать данные. И очень много, что с этими данными можно сделать. Для того, чтобы посмотреть, а какие служащие у нас есть? Какие у нас отделы есть? Какие данные в какой-то конкретной таблице есть? Существует запрос в select. В select две фразы. Select, после чего мы перечисляем, какие столбцы нам нужно вы, это достать. И from, из какой таблицы нам нужно это сделать. Select, дальше какие столбцы. From, из какой таблицы. Для себя смотрим, что может быть написано. Select, а потом ключевое слово Distinct. Квадратные скобочки говорят, что может быть слово Distinct, может его не быть. Что оно нам добавляет, какие возможности, мы разберем. Дальше может быть написано три варианта. Либо звездочка, либо название колонок, которые мы хотим достать через описанную, через запятую. Рядом с именем колонки может быть указан через пробел псевдоним этой колонки. Что это такое, мы тоже разберем. Главное, select, дальше что мы достаем. From, из какой таблицы. Для себя из прошлой пары вспоминаем. Все выражения в эсквире нечувствительны к регистру. Неважно, написали мы с вами маленькими буквами, большими буквами. Через одну букву, одну большую, другую маленькую, нас база данных поймет. Выражения эсквирь могут состоять из одной из нескольких строк. Можно все написать в одну строку, можно каждое слово начинать с отдельной строки, как лишь бы нам легче читать было. Обычно фразы, отдельные запросы разбивают на несколько строк, чтобы вы видели, так, мы достаем вот эти столбцы из вот этой таблицы. Тут одно, тут другое. Логически просто разбили. Ключевые слова не переносятся, не сокращаются. Это предложения, отдельные фразы обычно в разных строках. Табуляция отца вступает только для того, чтобы легче читать. На выполнение запроса никаким образом не влияют. Самый простой запрос. Достань все данные, которые есть в таблице с отделами. Select звездочка, from depth. Звездочка означает все колонки, все столбцы, которые есть. На предыдущем стадии у нас была табличка D, мы видели, там три столбца. Мы не хотим задуматься, как они называются, в каком порядке они там в базе данных есть. Нам просто, все данные, просто покажи. Покажи все столбцы из таблицы D. Нам вернулось. Вот такие вот данные там есть. Поняли, что все нам не надо, все столбцы. Нам нужна только часть столбцов. Вариант номер два. Select через запятую. Какие столбцы нам нужно вывести? Выбери столбец один, запятая в столбец второй, столбец третий. И все данные в таблице, которые в этих столбцах находятся, оно выберет. Поменяем тут местами, напишем select lock, запятая depth no. Тут у нас тоже поменяется местами. сперва выведется lock, потом depth no. Теперь возникает вопрос логичный. Хорошо, мы уже умеем, у нас есть команда select, с помощью которой мы можем достать данные из базы данных. Мы даже умеем создавать таблицы, чтобы потом каким-нибудь образом их наполнить, а потом доставать оттуда данные. А куда эти запросы писать? Потому вот такую маленькую схему нарисовал, как раз по поводу слов PHP, HTML5 и все прочее. Представим, что у нас есть какая-то сайтик. Есть клиент, мы, который с помощью браузера вводим в адресную строку, куда мы хотим зайти. И после этого запрос идет на сервер, который уже откуда-то данные берет. Сервер, чтобы отдать данные какие-то, берет свои какие-то локальные файлы, которые статически лежат, например, рисунки. И плюс какие-то активные данные. Какие пользователи сейчас на сайте, кто кому привет и отправил, где лайки стоят и так далее. Все это хранится в базе данных. Что взять из базы данных? Это SQL-запросики. Ответ на это возвращаются плоские таблицы. Столбец. Какой пользователь? Кому поставил лайк? За какой пост? Какие тут технологии? Если мы говорим о веб-системе, то мы отображаем это будем в браузере. В браузере у нас язык HTML, где разметка, какие элементы, какой текст в них находится. Сюда же относится HTML5 как логичное продолжение. Это текст плюс разметка, которая показывает, где этот текст показать, где эти рисунки показать. Для того, чтобы добавить какой-то интерактивности, чаще всего используется язык программирования JavaScript, который позволяет показывать в процессе работы там всплывающие какие-то сообщения, что-то включать, что-то выключать. Это все работает со стороны клиента. Плюс текстовый файл, который показывает, а как заголовки отобразить здесь жирным, здесь нежирным. Вот этот блочный элемент, вот этот строчный элемент, у строчного элемента красный фон. Все это описано в файлике CSS, таблице каскадных стилей. Фактически содержание, действие и оформление. Как оно, по идее, должно разделяться. Все это, как вы знаете, по протоколу HTTP и HTTPS запрашивается у веб-сервера. Со стороны сервера что стоит? Тут две компоненты. Это непосредственно веб-сервер, который умеет отвечать на запросы, которые по HTTP и HTTPS пришли. Типичные представители старой школы Apache, новая школа Nginx. Это очень простые по своей сути приложения. Пришел запрос, на него ответил. Никакой логики нет. Он проверяет, файл существует на диске. Если существует файл, отдай его. Как чаще всего происходит с серверами и с CSS? Это файл, который лежит на диске. Рисунок лежит на диске. Посмотрел, есть файл. Есть, значит отдал. Нет, значит выдал ошибку. 404-й ответ. Понятно, что если у нас какое-то активное содержимое, например, надо отобразить, что на стене, какие записи есть, какие там уведомления пришли, кто онлайн, каким-то образом этот контент надо сгенерировать. Да, клиенту придет HTML-страничка или там JSON-ответ, но каким-то образом это надо получить. Для того, чтобы это сделать, используются серверы приложений, для которых существует множество языков программирования, на которых они пишутся. Типичный представитель языков, который генерирует HTML-страничку, это PHP, который как раз под этой заточен. То есть он на стороне сервера создал HTML-ку, которая ушла в клиентку, то и в браузере отобразировалась. Или точно таким же образом AJAX-запросы, только там уже не HTML-ка возвращается, но тоже текстовый документ возвращается, JSON-объект. Вариантов, кроме PHP, тоже очень много. Пожалуйста, ноды JS новогодных, где пишется приложение на языке JavaScript. Ruby, на котором написана система дистанционного обучения Сумского государственного университета. Java, очень много серверных приложений, которые нацелены на корпоративный бизнес. То есть это добавление активного содержимого в зависимости от какой-то логики. А там HTML только отображение. И остался третий, наша база данных. Тут только данные. Здесь логика, что с данными делать. Здесь только данные. И тут в зависимости от того, что у нас за приложение, используется разная система управления базами данных. Если это у нас корпоративный сектор, то скорее всего будет Oracle стоять. Или DB2. Они как раз под это затручены и стоят бешеные деньги. Бешеные – это порядка от 12 тысяч долларов в год за один процессор. Понятно, что в сервере процессоров хотя бы штук 12. То получается, лицензионные огранилили. Сервер с контрактом на годы на 3 будет стоить железо плюс программное обеспечение пару миллионов долларов. до такой порядок. Бесплатный вариант – PostgreSQL. Чем хорошего? На нем, кстати, Skype работает. В качестве бэкэнда база данных для Skype используется PostgreSQL. MS SQL тоже, в принципе, из этого верхнего корпоративного сегмента. Из тех сайтов популярных, которые на нем работает – Stack Overflow. Как самый лучший помощник для всех разработчиков. Потому что там на все вопросы, которые возникают при разработке, уже другие пользователи ответили. Для небольших сайтов, ну, относительно небольших, у него тоже своя ниша, тоже многие его известны, MySQL, который на слуху. Или его бесплатная альтернатива – MariaDB, которые просто ответвились в какой-то момент времени. Какое-то у нас совсем маленькое приложение. Пожалуйста, можно использовать базу данных SQLite, у которой все исходный код для DL, библиотека, которая обеспечивает работу с базой данных, это 400 килобайт. Но возможности в море. Есть, конечно, свои ограничения, но возможности в море. Для встраивания приложения она часто тоже очень применяется. То есть вот эти слова, MySQL – это просто база данных. Они немножко диалектами, возможностями отличаются. Понятно, что продукт, который стоит несколько миллионов долларов, будет отличаться от продукта, который занимает 400 килобайт, и распространяется совершенно бесплатно. У каждого своя ниша. Но в целом стек такой. У клиента отображается просто текст в браузере. Текст получился почему? Потому что веб-сервер понял, что нужно дать какое-то активное содержимое. И сервер-приложение его сгенерировал. На основании каких данных это произошло? На основании запроса к базе данных. И смотрите, что в базе данных тут в принципе все равно кому отвечать. Неважно, будет ли PHP написано в приложении, на Node.js, на Ruby, на Java. Неважно. Неважно, это будет какой-то отдельный сервер или это тот же компьютер, и мы на C Sharpе хотим что-нибудь написать, и чтобы нам оно какой-то ответ вернуло. В базе данных все равно. Но на вход принимает SQL и дает ответ. Именно из-за этого существует достаточно много клиентов, которые позволяют получить доступ к базе данных и отправить туда какой-нибудь запрос. Если говорить непосредственно об Oracle, то какие варианты можно выделить? Разбиваем на две категории. Те, что доступны онлайн, те, которые можно установить себе на компьютер. Онлайн вариант Apex Oracle.com. Это вариант, похожий немножко на Microsoft Access, только расположенный в вебе. Для того, чтобы отобразить все эти формочки, со стороны Oracle поддерживается база данных, которую вы можете использовать по своим нуждам. Например, учебные таблицы там развестить, и там же писать запросы. Все это будет работать в браузере. Работает, понятно, пока есть соединение с интернетом. Хотим мы установить что-нибудь локальное? Пожалуйста, устанавливаем у себя на компьютере Oracle XE. Скачивается бесплатно с сайта Oracle. И, наверное, вам стоит это сделать, потому что материала, заданий достаточно много. Не уверен, что все успеем делать в классе. Поэтому какой-то из вариантов можно выбрать и установить себе на компьютер. По умолчанию мы будем пользоваться этилиткой SQL+. Она идет прямо в комплекте с Oracle XE. К ней можно приспособиться. Она правильно показывает, где у вас произошла ошибка, куда обратить внимание свое на то, где произошла ошибка. И я гарантирую, что в тех аудиториях, в которых мы работать будем, SQL плюс будет. Другие варианты. Oracle SQL Developer. Приложение написано на Яве, которое графический интерфейс к всему этому предоставляет. Минусы. Не во всех классах он нет. Зачем? В классных классах нигде нет его. Но установить можно. Третий вариант. Oracle себя установили на компьютере. Можно заглянуть на него точно так же через браузер, как в онлайн-версию. Из всех этих трех вариантов мы будем пользоваться SQL+. Потому что он гарантированно присутствует во всех классах. Если вы будете пользоваться чем-то другим, я не против. Но гарантировать, что работать будет SQL+, я могу. Остальным на ваше уже усмотрение. Как это выглядит? Так. Апекс, который в сети. В браузере опоста, куда можно ввести SQL. Максимально сколько строчек нам выполнить. Нажали Run. Оно нам прямо здесь отобразило табличку, какие данные вернулись. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Например, когда у нас возвращается ровно 10 строчек, нужно подумать, а их действительно ровно 10 или немножко больше. Она нам только 10 первых показала. Плюс некоторые особенности работы с транзакциями, до которых мы когда-нибудь еще дойдем в последующих лекциях. Номер 2. Апекс на своем компьютере. Когда установили Oracle XE, пожалуйста, есть старт. Старт в командах появляется, ему открываются браузеры, можно через веб-браузер туда же достучаться. Что в онлайн-версии, что в локальной версии Апекса есть проблемы с отображением, а какая же ошибка у вас произошла. Он говорит, произошла такая-то ошибка, а где она произошла? Кто его знает? То есть ошибка, не могу найти объект. Объект, допустим, сотрудники. А где это, что это произошло за ошибкой? Кроме кода ничего не говорится. Третье. SQL Developer. Явовское приложение, которое чем удобно, что можно подключиться к незнакомой базе данных и посмотреть, что у нас там за таблички есть, какие данные есть. Принцип тот же. Пишем запросы, получаем ответы. Написанное на Яве на больших запросах будет притормаживать. Есть некоторые особенности с обработкой сессии, но тем не менее, как вариант, тоже неплохой. Ну а мы будем самым незрачным и самым привитивным пользоваться, который просто самый простой, пишешь ему запрос, отдает ему ответ. Там-то тоже противник, против запроса? Там меньше подсказок дает, нет подсветки синтеза, но зато полностью я гарантирую, что он будет работать во всех ваших аудиториях, где вы будете работать. Чем вы будете пользоваться? На ваше усмотрение. Как взаимодействует между собой этот самый SQL Plus и сервер базы данных? Мы пишем что-то в консольке. Пока мы пишем в консольке, накапливает это в буфере. Как только мы дали команду run, он из буфера SQL запрос слет на сервер. Какой сервер, к которому мы подключились. В результате возвращается табличка. Точно так же будет со всеми остальными клиентами. Мы в клиенте где-то формируем запрос наш, какую-то строку, допустим, переменную, потом эту переменную скармливаем среди драйвера базы данных, чтобы он выполнился там. И база данных нам возвращает какой-то результат. У SQL Plus есть свой набор команд, который облегчает работать с ним. В чем отличие? SQL Plus это среда, которая работает только с Oracle. Ключевые слова для удобства можно сокращать. Команды не позволяют манипулировать данными, только показывают либо как отображаются эти данные, либо просмотрите, как в этом столбце в таблице есть. То есть никаким образом команды SQL Plus данные не изменяют. SQL это язык. Тут среда, там язык, на который есть определенный стандарт, потому большинство систем управления баз данных соответствует. Там ключевые слова нельзя сокращать, и это уже язык взаимодействия с базой данных, на него возвращаются какие-то запросы. Здесь просто как отображать, там уже манипулирование данными. Как подключиться к базе данных с помощью SQL Plus? Команда называется SQL Plus, дальше имя пользователя слэш пароль, собачка, база данных, к которой мы подключаемся. SQL Plus точно так же как с другим клиентам, абсолютно все равно где эта база данных находится. На этом компьютере или где-то сервер в Калифорнии. Написали собачка, IP-адрес сервера, он туда присоединится по нужному порту. Для того, чтобы каждый раз не писать все это, вместе с первой лабораторной работой идет файлик SQLBAT. вы его запускаете, открывается SQL Plus и присоединяется к базе данных нужных, с нужными паролями, к нужному пользователю, то есть все заранее прописано, максимально автоматизировано. Точно так же лежит и файлик, начальные настройки для тех таблиц, которые у нас есть. Если ваш коллега поудаляет таблицы для практик, или коллега из другой группы, или добавит какие-нибудь другие данные, вы спокойно запускаете этот скриптик и он создает вам эти таблицы в первоначальном состоянии. Все лежит вместе с лабораторной работой. Что еще записано в этом самом старт-бате? Там три команды. Скажи, что длина экрана у нас 200 символов, на экран влазит 40 символов. Если какие-то другие настройки прямо там поменяли, оно будет отображаться при новом запуске по-другому. Это если таблица у нас вылазит за край экрана. Вместо пустых значений отображает в скобочках 0, что мы видели, что здесь пусто, а не пробелы или еще что-нибудь. После этого команда присоединись с логером студент, паролем студент в базе данных XE. Если вдруг на компьютере не будет работать, Oracle, ничего страшного, подправим, допишем вот этот IP-адрес соседа и присоединимся к соседнему компьютеру и точно так же будем работать и друг другу не будем мешать. Все нормально с этим. Что стоит запомнить из команд SQL Plus? Как мы ими будем пользоваться, разберемся на первой практике. Их достаточно много, и эти слайды есть и в практике, и на сайте вместе со всеми лекциями. Для нас важно только две команды здесь в принципе. Это Run, то, что у нас в буфере накопилось, то, что мы написали в консольке, выполнить. Или сокращенный вариант касая черта, чтобы запустить то, что мы написали, касая черта, он выполнит и вернят какой-то результат. С остальными ввести новое, вывести то, что есть, что-то заменить, можно обойтись другими вариантами, которые более удобны. Здесь они отображены, чтобы показать, что такие команды есть. Лист показать, что сейчас в буфере находится, касая черта, чтобы запустить. что еще полезным при работе с SQL-клюцом. Собачка имя файла или старт имя файла. Берет файл на диске, загружает его в буфер и выполняет. Это вам понадобится, когда вы в K-Studio сгенерировали таблички. Нарисовали ER-диаграмму, поставили связи, назвали атрибуты правильно, нажали кнопку Generate, вам сгенерировался скрипт, который создает таблицы. Надо его каким-то образом выполнить. Не будем же мы это все набирать в консоли. Говорим собачка и имя файла. Он загружает нам его в SQL плюс и выполняет. Все разом с копом. Если у нас файлик лежит в текущей директории, откуда мы запускали SQL плюс или откуда мы старт бат запускали, тогда просто пишем имя файла. Если мы не уверены как, можем написать полностью C, двоеточие, косая черта и полный путь к файлу как надо. Такой краткий вариант есть. Команда номер 2, которая тоже очень полезна. это команда edit. Какой смысл? В консоли набирать не всегда удобно. Мы поняли, что запрос у нас состоит из 5 строк, а ошибка в 3. но неудобно и все. Нажимаем edit, открывается блокнот, где тот запрос, который мы последний писали, тот, который в буфере находится. В блокнотике подправили, закрыли блокнот, он автоматически выполнился в скейт-рисе. С длинными запросами так очень удобно. Команда номер 4, 3, которые тоже очень полезны. Spool, а дальше имя файла. Позволяет все, что пишется в консоли, записывать в файл. Когда это удобно? Вначале лабораторной работы. Написали Spool, лабораторная номер 1, txt, и начинаем в консоли писать все запросы, которые нужны в лабораторной работе. Звонок звенит, мы пишем Spool off, и в результате получаем в отдельном файле все, что мы писали и какие результаты были по этому. А у нас задание будет как бы подсказка с этим? Задание есть, в лекции есть, то есть, пожалуйста. И последнее exit, для того, чтобы выйти. Хотя можете просто нажать трестик, и так же корректно в принципе завершиться с трестик, и так же корректно спул, которая будет записывать результаты в текстовый файлик. Спул и имя файла. Куда писать? Вместо спула можно сокращенные варианты, если мы не помним, как его целиком писать. С файлом три варианта. Создать, если его нету, replace, если он там есть, или добавлять существующий. что по умолчанию не скажу. Для того, чтобы прекратить вывод файл спул off. Там спул имя файла он начинает писать в этот файл. Спул off прекращает писать. Попытаемся сделать спул out, нам попытается его распечатать на принтере. Не очень полезно, такая возможность есть, раз на слайде есть, давайте ее тоже разберемся. Давайте разберемся с остатками того, что у нас в команде select можно написать. Вы видели, что кроме звездочки там можно писать имя колонки, а потом еще в квадратах какой-то псевдоним. Что это такое? Это возможность назвать столбец как-нибудь по-другому. Не нравится нам, в базе данных называется e-name, хотим мы пользователю как-то по-другому показывать. Говорим вы в виде e-name, именем name. И в рамках выполнения нашего запроса просто отображаться будет по-другому. В базе данных оно не переименуется. Только при отображении на экране. На что обратить внимание? ключевое слово S опционально. Можем писать, можем не писать. Просто чтобы отделить визуально для себя вот это имя столбца, вот это его псевдоним. Если у нас в имени столбца новым будет какой-нибудь пробел или еще что-нибудь, мы помним, есть имена с ограничителями, пишутся в двойных кавычках. Пожалуйста, в двойных кавычках можем дать какой-нибудь псевдоним, который с пробелами еще с чем-нибудь. Так он выведется. На что обратить внимание еще? Name без кавычек написалось, оно считает его регистр независимым. Name написали в двойных кавычках, оно с учетом регистра работает. Вот как раз хороший пример. Как написали, точно так же и вывело. Так. Давайте посмотрим. Сейчас у нас запрос в выведе, какие номера отделов есть в табличке с сотрудниками. И вот сколько сотрудников, сколько номеров отделов у нас вывелось. И мы видим, что несколько сотрудников работают в 10-м отделе. А мы хотим просто отделов, в которых работают сотрудники. Не нужны нам эти повторения. И тут появляется, вступает в силу то слово, которое еще было на первом слайде. Слово дистинкт. Которое означает, видишь повторение, выкинили. пожалуйста, можем написать не одну колонну, а несколько колонок. Когда все не повторяющиеся колонки останутся, повторяющиеся строки выкинутся. выводим номер отдела имя человека. Когда у нас так, как имена не повторяются, выведется для всех людей. Если будет два человека с одинаковым имением в одном отделе, покажет только одного из них. Дистинк. Видишь повторение, выкинь. сильно употреблять дистинктом не надо, потому что он достаточно ресурсоемки для базы данных. Ему надо проверить, не было ли раньше этих повторений. Потому если задача требует выкинуть повторение, да, это слово есть такое, пожалуйста, им пользуйтесь. Просто так во все запросы его вставлять смысла никакого нет. Это только ресурсоемки добавляют ресурсов к выполнению этого запроса. И наверное мы закончим на сегодня вот такой табличкой Dual. Она это системная табличка, которая есть во всех Oracle базах данных. Она используется, когда нам нужно сделать какой-то запрос, который не относится к никакой базе данных. Посмотреть, какое текущее время на сервере. Посмотреть, от имени какого пользователя мы зашли. Посчитать 5 плюс 5. умножить на 10. Эти данные никаким образом от существующих таблиц не зависят. Потому здесь есть два подхода. На небазы данных говорят слово from не обязательно. Например, таким базам данных относится гречески. Орек уговорит слово from обязательно. А если вы хотите выбирать данные, но не из какой-то конкретной таблицы, а так в целом, то есть вам магическая табличка dual, в которой один столбец, одна строка. Не больше, не меньше. Выведется одно значение пятерка. Одна строка, значит одна пятерка выведется. Если бы у нас был запрос select from amp amp это у нас сотрудники и сотрудников там 18 штук, то у нас вывелось колонка, в которой 18 сотрудников, столько строк, столько пятерок бы вывелось. Если бы у нас в этом варианте было выведем вот такое и из сотрудников 18 сотрудников, то у нас 18 раз бы повторилось. 10 текст, две колонки. И вот ответ на ваш вопрос. Как нам узнать, как называется ограничение, если за нас придумал его орок? Системная табличка user tables, таблица, которая доступна текущему пользователю. Танц системная табличка user objects, объекты, которые доступны текущему пользователю. И user catalog. Вы можете посмотреть, к каким объектам вы можете обращаться. Там огромные таблички, которые не влазят на экран, потому на этих таблицах мы что попробуем на практике? SQL позволяет выводить данные в формате HTML. Вы попробуйте переключить в формат HTML, сделай запрос к такой таблице, запиши результаты в файл. И в браузере открозим огроменную таблицу, те таблицы, к которым мы имеем доступ. И познакомимся с такой возможностью. С арифметическими действиями дальше мы ознакомимся на следующей паре. Продолжение следует...